На службу в военно-десантные войска Ирина Головатина поступила в 76-м году. Тогда же на северном аэродроме познакомилась со своим мужем, тоже десантником. Полжизни женщина отдала служению Родине. Прожив какое-то время, мы с ним переехали служить в город Фергану. Нам просто предложили, и мы поехали туда служить. В 82-м году мы приехали в Фергану. Я пошла служить к летчикам. А он у десантников служил. После распада Союза супруги вернулись в Иваново. Служили в 299-м парашютно-десантном полку. Параллельно воспитывали двух сыновей. С самого начала Ирина хотела, чтобы ее мальчики стали военными. Ее мечта исполнилась. Жили мы в военных городках. Фергана у нас военный городок был закрыт. И все его детство прошло как бы среди военных. И я так думаю, что это подстегнуло его тоже. Второй сын, тот с пеленок военный. Он потому что очень любил оружие. Вот это вот все, эту трубочку военную. Он в детский сад без нее не ходил. Дети не просто связали свою жизнь со службой, но и пошли по родительским стопам в ВДВ. Старший сын вместе с семьей живет в Туле. Младший остался в Иванове. Несет службу в 217-м парашютно-десантном. Сейчас у Ирины Головатиной шестеро внуков. Старший недавно поступил в Рязанское военное училище. Бабушка, я иду только в Рязанское. Молодец, поступил, сдал. Все хорошо сам. Физион отлично сдал. Профотбор сдал. В общем, сказал, я поступлю. Вот это мне понравилось. И он действительно поступил. На семейных застольях о службе говорят много. Все друг друга понимают с полуслова. Всегда есть что обсудить. Связать свою жизнь с небом получилось и у внучки. Пусть и опосредованно. Влюбилась в курсанта ВДВ. Надо же продолжать династию. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Нет, никак связаны не были.